Всех приветствую себя на канале. Сегодня посмотрим с вами второй прогноз для Дев на март 2024 года. Что ожидает Дев в марте 2024 года? Атмосфера месяца, работа, карьера, финансы, имущество, личная жизнь. Здесь я расклад немного видоизменила, убрала отсюда позицию на эмоциональное состояние, здоровье, потому что она перекликается с атмосферой месяца для тех, кто постоянно смотрит мои расклады. И данная позиция расскажет нам о событиях, которые происходят рядом с вами, все, что вокруг вас и о людях, если их роль будет важна в загаданный период. И на Ленорман посмотрим итог или совет от карты, все, что они нам сами расскажут. Итак, атмосфера месяца. Четверка Пентакли вам выпадает. Ну, это стабильность прежде всего, стабильность во всех сферах жизни, нежелание что-то менять. Но мне очень нравится в данной колоде данная карта, ну, здесь видим, конечно, роскошь, да, и вот это, наверное, царевна-лебедь изображена. Так что, ну, стабильность плохо это или хорошо, зависит, наверное, от конкретной ситуации, от конкретного случая, да, от вашего настроения, может быть. Поэтому давайте сейчас посмотрим, как это отыграется по сферам жизни. Итак, в работе. Карта Отшельник. Ну, это, скорее всего, когда вы полагаетесь на собственные силы. Вряд ли вы захотите сами принимать помощь других людей или они сами не будут стремиться вам ее предлагать. Ну, здесь это именно, знаете, та самая стабильная рутина, когда вы полностью погружены в рабочий процесс и, собственно говоря, любая помощь, скорее всего, вам может только помешать. Ну, здесь вот как надеяться на свои собственные силы, я не считаю, что это плохо. Это означает, что вы сами совсем справляетесь. Если говорить о поисках новой работы, это именно поиски Отшельник. Обычно это человек с фонарем, но и здесь у нас вот изображен мудрец, который, я думаю, идет в глубокой чаще леса и ищет что-то, да. То есть пока вы в поисках, да, если вы хотите найти новую работу, изменить работу, пока вы все еще пребываете в поисках. Если хотите что-то изменить в своем привычном деле, да, если у вас собственное дело, то это, скорее всего, пока на стадии изучения, да, чего-то, того, что вы могли бы применить. Но в любом случае та и другая такая карта пока... В лучшем случае она говорит о изучении чего-либо, да. Например, если вы хотите новое что-то делать, открыть какое-то, внедрить новшество в свою работу, в свой рабочий процесс, это пока изучение и исследование. Потому что по четверке Пентакли все остается так, как оно было прежде. Давайте посмотрим финансы и имущества. Король кубков. Мне кажется, у какого-то знака зодиак уже выпадало эта карта данной позиции, может быть, у льва, если не ошибаюсь. Но эта карта говорит о гостеприимстве, радушии, дружелюбии. И мне видится, что вы будете вот открыты к контактам, чтобы приглашать людей к себе. Но это привычный свой круг знакомых, это не новые знакомые. Это вот те люди, с кем вы обычно общаетесь, вы захотите... Причем тут финансы, вы скажете, да. Но это вот как открытость, широта души, и это предполагает какие-то праздники, застолья, посиделки приятные такие. То есть это вот трата денег туда. Король кубков – это прежде всего радушие, дружелюбие, гостеприимство. Ну, возможно, знаете, как получение денежных подарков от мужчины. Либо если вы сами мужчина, то, значит, вы захотите сделать такие подарки. Но здесь, конечно, вот такое. Но все-таки все равно четверка Пентакли, она предполагает стабильное финансовое положение. То есть, короче говоря, деньги есть, да. И с удовольствием вы их потратите на что-то. Но это очень хорошо, никаких неприятных трат, там каких-то починок, поломок и прочего. То есть, деньги есть, да, вот они, как я уже сказала, карты роскоши и желание их тратить на себя. Это говорит о том, что настроение. С настроением все в порядке, да. Ну, как бы... Ну, все так стабильно, практично, прагматично, наверное, как для вас это особенно и свойственно. Но все равно как-то вот я по этим двум картам вижу, как вот потратить деньги для того, чтобы получить удовольствие от общения с привычным кругом людей, друзей, если уж и не людей, то любимых вещей, да. Вот как бы окружить себя, вот здесь вот не подходит, конечно, совершенно выражение, кощей над златом чахнет. Но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Это вот быть в окружении привычных, любимых вещей. Может быть, довольно-таки ценных тоже самое. Приобрести что-то. Может быть, какую-то дорогую безделушку интерьерную. Ну, что-то вот в этом роде. В общем, деньги есть, с деньгами все в порядке. Давайте посмотрим личную жизнь вашу. Тройка Пентаклей. Это, знаете, здесь и тройка Пентаклей в сочетании с четверкой Пентаклей. Это вот очень хорошо подойдет сочетание для... Ну, все-таки давайте говорить так. Пентакли – это, конечно, масть материальная. Это база для... материальная база для вашего союза, для тех, кто в паре. Да, буду сначала вот это говорить. То есть вы с партнером вместе будете заниматься тем, чтобы налаживать ваш быт, там, зарабатывать деньги, чтобы обеспечить семью. И вы, и ваш партнер оба. И вот этот капитал копить для того, чтобы... Ну, для чего? Для того, чтобы вместе, собственно говоря, жить. Может быть, кто-то решит приобрести имущество. Может быть, кто-то делает ремонт, да, гнездышко свое семейное обустраивает. Вот здесь вот наглядно показано. Человек работает здесь руками. Что-то делает, что-то мастерит. Это вот создавать прежде всего вот эту именно материальную базу для ваших отношений. Кто-то там вступает в брак. Может быть, вы копите деньги на свадьбу, на свадебное торжество. Все это сюда же тоже относится. Значит, кто-то решит договориться, может быть, снять жилье, да, вместе вот съехаться. Вот это все в объединении. Ну, хочется сказать, это все в кубышечку, в копилочку по пентаклевой масти. Если брать все-таки эмоциональную сферу, потому что мы здесь про любовь говорим, да, прежде всего, все это понятно, что... Ну, с пентаклями у вас здесь, мы и здесь посмотрели, все нормально, здесь все в порядке. Если брать, читать эти пентакли в эмоциональной сфере, вот, в сфере чувств, то это работа над строительством отношений. Это идти друг к другу на уступки, да, это карта мастерства. Проявлять мастерство в чем? В отношениях, в личных, то есть, какой-то лояльность, там, толерантность. Это не обязательно, что вам придется какие-то заглаживать углы, там, как-то выходить из спорных, конфликтных ситуаций. Нет, здесь этого карта не показывают. Но это работа над своими отношениями обоюдно, да. Строить, развивать отношения дальше, да. Кто познакомился, и тот, значит, будет... Познакомился с новым человеком, тот будет продолжать развивать отношения. Будет дальше ходить на свидание, знакомиться, там, друг о друге узнавать. Причем, как сейчас модно, да, уже где-то упоминала говорить. Вот Пентакли опять у нас, да, подтверждает это. На свидании, как на собеседовании, да. То есть, вот, узнать про материальное состояние человека, про его статус, социальный, прочее. То есть, это такой вот серьезный подход, скажем так, материалистичный, реалистичный. Все-таки опять по Пентаклим. Ну, работа над отношениями, выстраивание их, узнавать что-то о партнере, или что он любит, чего не любит. Ну, вот, все сюда. Кто ищет пару, вы знаете, опять, карта четверка Пентакли. Карта стабильности опять говорит, что ваш статус не изменится. То есть, вряд ли вы уже вступите в серьезные отношения. Но знакомства какие-то не исключены. Это вот опять работать над этим процессом, да. Опять что, ну, те же самые сайты знакомств, где-то еще там, да. Когда вы в компаниях, людей знакомых, кстати говоря, вот тут у вас гостеприимство выпадает, да. Трата денег. Почему бы не созвать там своих друзей, может быть, кто-то из них вас с кем-то познакомит. Это как пример, конечно. Это проиграется не у всех, но это работать над этим, да. Не могу сказать, что вы тут прям встретите партнера долгожданного, судьбоносного. Ну, хотя это ничего не исключено, но здесь я скорее вижу это работа над тем, чтобы появился этот партнер. Опять уже вкладывание деньги в себя, там, в свой внешний вид, все такое прочее, чтобы выглядеть красиво, да. Потому что, ну, в первую очередь, как ни крути, при знакомстве людей друг к другу привлекает внешность, конечно. Первое, что мы обращаем внимание на внешность. Поэтому это вот сюда же работа, да, над собой, чтобы привлечь партнера, да. Что там, новое платье, новые туфли у мужчин, там, я не знаю, какой-нибудь барбершоп, что там сейчас. Ну, все такое, да. То есть работа над тем, чтобы этого партнера найти, привлечь. Все такое, поиски, занятия собой. Не буду повторяться. Давайте посмотрим, что происходит рядом с вами, около вас. Что здесь? Карта. А, ну, здесь все идет своим чередом. Ну, несмотря на то, что это старший аркан, не могу сказать, что какие-то важные такие прям события произойдут. Но, вы знаете, я могу сказать, что события рядом с вами находятся в своем порядке, идут так, как они должны идти. И это вас нисколько не беспокоит. И это для вас будет хорошо. Потому что, ну, для вас все предсказуемо, все правильно. Вот опять это подчеркивается. Стабильность, порядок, традиции. Все как надо. Все вокруг происходит. Все как надо. То есть вас ничто не будет раздражать. Вас никто не будет отвлекать от своих дел, от своей работы, от своих удовольствий, от личной жизни. То есть, ну, да, хорошо, когда там есть время заняться собой. Это именно вот для вас время заняться. Вот очень стабильный, очень такой спокойный расклад. Для тех, кто хотел каких-то кардинальных изменений в жизни в этом периоде, я здесь, конечно, вас не обрадую. Но для тех, кого все устраивает, этот расклад вот просто прекрасный. Все по полочкам, все разложено, все по алфавиту. Вот здесь вот в этот период вся жизнь течет по алфавиту. И здесь вот мне и отшельник этот не представляется каким-то таким мрачным в работе. Возможно, поработав, скажем так, один, не пользуясь помощью коллег, коллектива, вы придете к лучшим результатам. Потому что в целом вот расклад у вас такой. Очень правильный такой у вас расклад. Давайте для вас посмотрим, что нам Ленарман скажет. Вот если у вас цель какая-то намечена на этот месяц, скажем так, достижение ее возможно, но она отложится из-за каких-то непредвиденных событий. Скорее всего, вы их не ожидали. Поэтому вот достижение цели, исполнение мечты немного от вас может отдалиться. Но эти обстоятельства, скорее всего, непреодолимы силы. То есть то, что вы задумали, то, что вы затеяли, будет исполнено позже. Вот я здесь так это вижу, ситуацию. В какой сфере это произойдет? Скорее всего, в той, которая вас больше всего волнует. Вот вас, смотрящего это видео, потому что для каждого своя сфера превалирует. У кого-то рабочая, у кого-то личная жизнь, ну и так далее. Поэтому здесь вот так вот, вижу, немножко отложится. И, скорее всего, за это время, когда вот эти неприятности, тучи рассосутся, да, когда они у нас небо расчистят, то ваша вот эта мечта, затея, цель, она может обрасти какими-то, так скажем, новыми подробностями. Она может видоизмениться. Вот так вот я скажу. Она не станет другой. То есть, ну, какой пример привести? Ну, вот вы хотели приобрести однокомнатную квартиру. А вдруг случилось так, что вы с вашим супругом, супругой или вашим любимым человеком посовещались и решили, что нет, давай сразу двухкомнатную квартиру. Вот так вот может случиться, да? Там какая-то сделка не состоялась, что-то сорвалось, покупатель, продавец отказался продавать. Я привожу сейчас пример, да, это не для всех. Просто пример, чтобы вы поняли, что такое могло произойти, чтобы вы могли это уже под свою ситуацию посмотреть. Ну, вот что-то не сложилось. Не подписали в этот день договор. Кто-то опоздал, кто-то не пришел, кто-то заболел. И это событие, несмотря на то, что оно неприятное, несмотря на то, что это был срыв, оно поможет вам переосмыслить вот это ваше вот заключение сделки, договор, достижение. Вот так вот скажем. Ну, какое-то такое событие может произойти. Ну, естественно, поэтому, да, однокомнатную квартиру купить дешевле, чем двухкомнатную, опять же, если продолжить этот пример. Поэтому на двухкомнатную, значит, что нужно где-то еще найти денег, еще их и заработать. Поэтому мечта откладывается, но она, скажем так, улучшается. Вот так вот, если можно выразиться, она обрастает новыми подробностями, она видоизменяется. Это я уже сказала. Так, кстати, пишите комментарии. Может быть, вы уже предполагаете, что такое может произойти, либо уже произойдет по прошествии данного периода. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, на этой площадке, на YouTube, на DZEN, в Telegram. Все ссылочки есть в описании канала. Ставьте лайк, если вам видео понравилось. Делитесь этим видео со своими знакомыми. Для кого, по вашему мнению, может быть данный расклад интересен и полезен. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok